В воде будто лодка дрейфует черный таз для стирки. Рядом с отсыревшими тумбами стоит детский велосипед. В углу свалены кухонные баночки и посуда. В этих комнатах сейчас невозможно признать жилые помещения. Цоколь своего дома на улице Садовой. Анапчане еще в прошлом году использовали как кухню и гостиную. Но после августовских подтоплений здесь постоянно приходится откачивать воду. Нас никогда не топило. Дом тем более не топило. Мы в этом году только и стараемся, что нас то откачивают, то откачивают и откачивают. Вода всю дорогу поступает. Каждый день дожди почти. Оно все собирается. На помощь местным жителям приходят спасатели, откачивают воду помпой. Но это лишь временное решение проблемы. Как подчеркивают специалисты, большинство случаев подтопления цоколей можно назвать последствием нарушения строительных норм. А прокладки системы водоотведения на своем участке многие жители думают в последнюю очередь. С того периода, когда ввели чрезвычайную ситуацию, муниципальное образование в лице и главы города и других служб, которые переведены в повышенную готовность, проведена огромная работа сделана. Это по водоотведению в целом. В некоторых населенных пунктах вода пришла неожиданно. Почему? Потому что те ливневые каналы, которые были и уже исторически получились от внутренних водоемов, осуществляли сброс какой-то дополнительной воды, которая в результате осадков появлялась, они были вот просто-напросто засыпаны людьми и, в общем-то, присутствовал человеческий фактор. Все заявки на откачку воды Кубань-Спас получает от Анапского ЕДДС. В приоритете дома многодетных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров. Впрочем, большинство случаев подтопления от соколей и участков можно было избежать, если бы при строительстве частных домов соблюдались все необходимые нормы и требования.